Музыка Что нашим предприятиям мешает быть доминантой на нашем же отечественном рынке? Здесь надо понимать, что те объемы, которые производят предприятия легкой промышленности, они все-таки, 55% это было экспорта в доле. Поэтому сегодня мы бы с радостью насытили внутренний рынок, но сегодня в условиях конкуренции, поверьте, это непросто. Когда мы слышим о том, что они не выдержали конкуренцию, то, собственно, не выдержали конкуренцию с кем? У нас с каждого жителя Литвы в страну везли по 10 килограммов секонд-хенд. Нужно определить, если магазин позиционирует себя как секонд-хенд, то будьте добры, продавайте тогда товары именно бывшего употребления, а не под видом стоковой одежды. На сегодняшний день у нас этого разграничения, к сожалению, нет. И, возможно, вот здесь вот есть именно определенный правовой пробел. Мы много работаем для того, чтобы найти новые технологии, привлечь специалистов, подсмотреть у конкурентов и так далее. Ну и понятно, что мы находимся, учитывая, что мы страна без, так скажем, такой газовой составляющей, мы зарабатываем только своим интеллектом, своими мозгами. Важно, что мы здесь услышали, что для того, чтобы наши предприятия легкой промышленности работали, приносили, платили налоги, приносили пользу тем, кто работает на этих предприятиях, это добросовестная конкуренция. Мне показалось, что сегодня это проходило красной линией. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!